Дорогие мои друзья, будьте верными партнерами, приносите жертвы, всегда приносите жертвы, не останавливайтесь в этом. Приносите жертвы, будьте партнерами, стабильными, будьте всегда ответом на нужду. Самая лучшая почва, это когда есть нужда. Когда нужда у тебя, и ты начинаешь сеять в то, чтобы нужда решилась, это одна почва. Но когда есть нужда в церкви, когда есть нужда в миссии, когда есть нужда, может, у помазанников, о, вот эта почва намного сильнее, она тебя избавит от многих вещей, она принесет много плода. Почва, это хорошая почва. Не ждите, чтобы жертвовать, когда у вас будут проблемы. Ищите и ожидайте, и следите, есть ли проблемы сегодня, есть ли какие-то трудности сегодня у апостола, есть ли какие-то трудности сегодня у Виктории, есть ли что-то сегодня, что их беспокоит. Может, сегодня нужно открыть телеканал, а у них нет денег. Может, сегодня нужно нанять на работу людей, а у них нет денег. Может, нужно сегодня кому-то дать зарплату, а у них нет денег. Может, сегодня нужно купить аппаратуру какую-то, а у них нет денег. Может, сегодня у них даже какие-то личные вопросы, и нет денег. Послушай, ты можешь стать ответом, и это лучшая почва. И я говорю вам это прямо. Сегодня, когда вы жертвуете в телеканал, это лучшая почва, которая только есть. Как нужно жертвовать? Друзья, всегда есть люди, которые жертвуют раз в месяц, и всегда есть люди, которые жертвуют раз в неделю. Кому-то удобно раз в неделю, кому-то удобно раз в месяц. Но знайте, деньги, которые вы заявляете и вы начинаете жертвовать, никогда не опускайтесь ниже, никогда поднимайте свою планку. Я сегодня призываю партнеров, поднимайте свою планку. Второе. Я сегодня призываю партнеров, послушайте, прежде чем я буду молиться за вас, за ваше исцеление, за чудеса в вашей жизни, и Бог, Он будет творить их, поверьте. Но вы должны услышать что-то, прежде чем я буду молиться. Второе. Первое. Поднимать планку. Второе. Сделайте партнером кого-то из тех, кого вы любите. Ведь если вы любите человека, вы послужите ему, вы научите его, вы объясните ему, что ему нужно быть партнером, что это ответ для него. Многие люди, кто молился годами, не получал ответы, как только они стали партнерами, ответы посыпались на их жизнь. Стать партнером, это как будто бы стать человеком, на которого Бог обращает особенное внимание. Доброходно отдающего любит Бог, Писание говорит. Бог дает семя сеющему. Не сеющему, тот, кто не сеет, Бог не дает семя и хлеб в пищу. Но Бог дает семя сеющему и хлеб в пищу. А хлеб, это подразумевается обеспечение. Это и автомобиль, это и дом, это и финансы. Вот что такое хлеб в пищу. Поэтому сегодня партнер это человек, который на котором на особом счету у Бога. Потому что Бог, он нелицеприятный. Он каждому воздает по делам. И сегодня я обращаюсь также к тем, кто не партнеры. Если вы не партнер, и, послушайте, и сейчас я вас призываю. Обязательно сейчас, именно сейчас, станьте партнером. И сейчас возьмите и напишите. Да, я стал партнером. Засвидетельствуйте это на весь мир. Засвидетельствуйте это в духовный мир. И я хочу помолиться именно за вас.